Ишкаролинские баскетболистки по итогам сезона на седьмом месте. В Мариел завершилось первенство страны по шорт-треку. Во вторник в столице республики стартует чемпионат России по фехтованию. Все подробности в спортивном обозрении телеканала «Регион-12». Остались при своем. В Мишкороле завершился учешительный турнир женского баскетбольного чемпионата страны среди команд высшей лиги. Четыре команды, не попавшие в финал четырех, разыгрывали места с пятого по восьмое. В итоге баскетболистки по ГТУ УОР, закончившие регулярку на седьмом месте, так и остались на этом же. Подопечные Сергея Мухина проиграли три матча предварительного раунда. Уступили первую встречу второго раунда, однако в матче за седьмое и восьмое места переиграли челябинскую «Славянку» 98-73. В итоге победителями высшей лиги стали баскетболистки московской «Глории». На втором месте самарский политех, бронзовые призеры, игроки Измайлова из Москвы. Молодая команда ежкаролинского «Волготеха» стала седьмой. Прогресс наших конькобежцев налицо. В Южкороле прошло первенство России по шорт-треку среди юношей и девушек среднего и старшего возраста. Наибольшее число наград завоевали спортсмены Челябинской области. На их счету 12 медалей, из которых половина золотые. Хозяева соревнований остались без наград. Тем не менее, прошедший турнир наши конькобежцы вполне могут внести себя в актив. До медали местные трековики не добрались, однако были на виду. На дистанции полторы тысячи метров два ведущих спортсмена с дюшор по шорт-треку, Анна Сельдемирова и Иван Денисов, прошли финальные состязания. Сельдемирова в итоге стала седьмой, Денисов стал шестым. Оба пробежали по нормативам кандидатов в мастера спорта. Добавлю, что юношеское первенство России не первые соревнования по шорт-треку, проводимые в Южкороле. В этом сезоне подобных стартов на площадке ледового дворца Мариэл было пять. Универсиада пройдет без наших спортсменов. Мариэлский борец Муса Галямов уступил право выступить на всемирной летней универсиаде в Казани в борьбе Карэш. На всероссийских отборочных соревнованиях, которые прошли во дворце единоборств Акбарс в столице Татарстана, подопечный тренера Ильдуса Гарипова проиграл встречу в весе до 100 килограммов со счетом 2-3. Напомню, что Галямов был единственным спортсменом из Мариэл, кто реально претендовал на участие в универсиаде 2013. Сильнейшие мушкетеры страны снова в Южкороле. 16 по 23 апреля в столице Мариэл пройдет чемпионат России по фехтованию. Участниками турнира станут более 600 спортсменов, сильнейшие фехтовальщики страны. Турнир предусматривает как личные, так и командные состязания мужчин и женщин на рапирах, саблях и шпагах. Напомню, что чемпионат России по фехтованию пройдет в Южкороле уже во второй раз. Как и в 2010-м, бои турнира будут проходить в Ледовом дворце Мариэл, где специально для проведения чемпионата растопят лед. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова